Так, ну что, вторая часть этого марлезонского балета по распаковке посылок. Не стал я затягивать первое видео, потому что посылок пришло очень много. И если бы я их распаковывал за раз, то видео получилось бы, ну я не знаю, как часа полтора, наверное, как прям полнометражное кино. Поэтому вторую часть мы распаковываем сейчас. Первую часть, кто хочет, может посмотреть на канале. Это предыдущее видео. Ну, а теперь давайте смотреть, что же еще ко мне приехало. Что-то интересное. Целых два товара сюда запихано. И это радиоприемники от бренда Retekis. Как-то я показывал уже радиоприемники с этого магазина. И вот продавец мне заслал еще какие-то портативные такие небольшие радиоприемнички. Чтоб я, собственно, вам их показал и про них рассказал. Ух ты, какой он прикольный. Вообще такой маленький. Размером меньше пачки сигарет. Что тут у нас из интересного? Корпус пластиковый, сверху онтенка выдвигается. Вот таким вот образом. Ой, аккуратнее надо с антенкой. Она гнется. Разъем под наушники. Сбоку имеется кнопка переключения режимов. Регулировка громкости. Разъем под microSD карточку. И microUSB разъем для подключения питания и для зарядки встроенного аккумулятора. Я думаю, аккумулятор-то тут имеет место быть. С противоположной стороны переключатель вкл-выкл. Опа, включился. И на передней части у нас три кнопки управления. То есть кнопки перемотки, кнопка play-pause и небольшой вот такой вот динамичек. Динамичек, ну прям совсем крошечный. В фейсбуке называется сигнал точного времени. Вы можете присоединяться. Всего 16 ступеней громкости. На максималке работает достаточно громко. То есть для помещения небольшого там 20-30 квадратов. Вполне его хватит, чтобы оно у вас там фоном где-то что-то вещало. Далее в комплекте вы также получите вот такой вот microUSB кабель для подзарядки встроенного аккумулятора. И небольшой мануал. Но русский язык по старой китайской традиции в инструкцию не завезли. Так что разбираться придется самостоятельно. Но в принципе в настройках данного устройства нет ничего сложного. Второй радиоприемник в коробке повеселее. Тут уже даже какой-то принт, не просто вторичка. Хотя внешне он по большей степени напоминает первый. Но немножко по-другому сделан. Здесь глянцевый пластик. Углы все зализаны. Все вот так вот обтекаемо. Сверху та же самая антенка. Также она выдвигается, задвигается. Есть разъем под microSD карту. Есть разъем под наушники. Регулировка громкости. Перемотка. Play, pause. Разъем для подзарядки встроенного аккумулятора. И с противоположной стороны переключатель на радио. Либо на воспроизведение файлов с microSD карты. Вот таких вот два портативных радиоприемника. По начинке я более чем уверен, что они абсолютно идентичны. По возможности, по функционалу они также идентичны. Разница тут исключительно в дизайне. Следующий пакет. Тут опять походу что-то в двух экземплярах лежит. Как-то оно так вот все замотано за это. Тяжеленькое, тяжеленькое. Что это? Ага, две коробки непонятного мне назначения. Так, первая коробка. А, все, я понял. Это посылочка для меня. Это я купил себе еще один держатель для оборудования. Вот такой вот металлический держатель. Я уже показывал их. Я брал два штуки на пробу, так сказать. Один подлиннее, один покороче. В общем, я ими попользовался. У меня на них закреплены камеры. Вот основная камера и вспомогательная камера на таком же кронштейне висит. И я решил взять еще один для того, чтобы можно было закрепить еще дополнительный свет. Чтобы можно было делать какую-то там фоновую подсветку во время подсъемок и так далее и тому подобное. Вот взял еще один такой кронштейн. Очень они мне понравились. Реально классные. Хорошее качество. Полностью сделаны из металла. И что самое мне нравится, они быстро зажимные. То есть здесь всего один винт. И этот винт он фиксирует все. То есть он фиксирует положение вот этих вот крепежей. Он фиксирует положение между коленами. То есть затянул. И все. Здесь не шевелится. Здесь не шевелится. Здесь не шевелится. И плюс еще дополнительно взял вот такое вот быстросъемное крепление на трубу. Так как стол у меня сделан из труб. Очень клевые кронштейны. Кому что-то надо куда-то крепить, однозначно рекомендую. Еще одна посылка. И это также товар в личное пользование. Взял вот такой вот инвертор автомобильный. Очень популярный инвертор на Алике. Купил его исключительно для того, чтобы на выездах, когда я уезжаю куда-то на природу, на отдых, надолго. Когда меня нету там по несколько дней. Чтобы можно было заряжать ноут. Пробовал разные варианты в этом году. Пробовал я автомобильный адаптер для зарядки ноута. Но к сожалению мне не понравилось, как это все дело работает. Поэтому я решил остановиться вот на таком вот небольшом инверторе. Давайте сразу сейчас проверим. Вообще потянет он, не потянет ноут. Как он там будет работать. И будет ли оно вообще работать. Так. Magic. Сейчас мы короче сделаем многоходовочку. Мы возьмем адаптер, который нам из 220 сделает 12. А потом из 12 опять сделаем 220. Зашумел. Вентилятор работает. Все хорошо. По крайней мере не задымился. И то плюс. Так. Подключаем блок питания от ноутбука. Работает хорошо. И подрубаем ноутбук. Как я и сказал, я пробовал автомобильный адаптер для подзарядки этого ноутбука. Универсальный покупал. С разными разъемами под разные ноутбуки. И мне не понравилось, что во время работы тот адаптер он не вывозил. Он реально не вывозил этот ноутбук. Ноутбук достаточно мощный. Я на нем монтирую. И мне приходилось спустя определенное время останавливаться, выключать ноутбук, чтобы адаптер мог его зарядить. А потом включать и опять какое-то время пользоваться. То есть вот такие вот качели постоянные. Здесь все нормально. Все работает. Ничего не пищит. Ничего не дымится. Индикация никакая, кроме той, которая должна не светиться. Ноутбук показывает, что идет заряд. Все хорошо. Все работает. Смотрим дальше. Следующий. Во! Смотрите, какая чудо-штука ко мне приехала на обзорчик. Это второе поколение часов от известного бренда Halo. Это субренд компании Xiaomi. В моей группе в ВК есть отдельный раздел, где народ предлагает какие-то товары на обзоры. И вот один из моих подписчиков предложил эти часики для обзора. Говорит, вышла новая версия. Закажи, пожалуйста, расскажи, что ты о них думаешь. Так что на них будет отдельный обзор. Я с ними похожу какое-то время. Сейчас просто распакуем, посмотрим, что они вообще из себя представляют. Так, коробочка. Сами часики. Упаковка по классике. Ничем не отличается от первой версии. Часы выглядят вот таким вот образом. Здесь получается два контакта для подзарядки и два встроенных магнита, чтобы зарядка эта не отлетала. Датчик пульса. Даже много. Тут что-то датчиков прям понапихали они. Дисплейчик подзаклеен. Силиконовый ремешок. Быстросъемный. 20 миллиметров ширина. То есть поменять при желании никаких проблем не будет. Потому что таких ремешков на Алиэкспресс продается огромное количество. Базовые параметры тут прописаны, рассказаны. Halo LS02. Вес 38 грамм. Дисплей 1,4 дюйма с разрешением 320 на 320 точек. Bluetooth пятой версии. Батарейка на 260 миллиампер часов. Хватать должно которой на 20 дней. Представляете, тут производитель накатал. Влагозащита IP68. И приложение для синхронизации называется Halo. Вот так вот. Которое поддерживает как Android, так и iOS. Вот такие вот часики. Далее в комплекте здесь магнитная зарядка. Вот таким образом выглядит она. И собственно все. Больше ничего в коробке нет. Требует скачать приложение. Без синхронизации со смартфоном. Дальше они работать не хотят. В общем вышли вот такие вот часики. Отдельные обзоры я выкладываю на своем втором канале. Кто не знает, у меня есть второй канал. Где я пилю именно отдельные обзоры. Про какие-то товары, которые мне интересны. И которые по моему мнению заслуживают отдельного видео. То есть здесь я просто распаковываю. Вот так вот по шустрику. Смотрю что тут происходит. И зачем это все дело надо. А там полноценные обзоры. Кому такие ролики интересны. Кто хочет увидеть обзор вот на эти часики. Переходите по ссылке в описании на мой второй канал. Подписывайтесь. Опять посылка в личное пользование. Ну вернее это не мне, это жене. Вот такие вот зубные нити от компании Xiaomi. Супруга у меня недавно попробовала подобную штуку. Ей очень понравилось. Она сказала, что это очень удобно. Что это удобнее даже чем пользоваться просто обыкновенной зубной нитью. Она попросила заказать, чтобы я и купил вот таких вот штуковин. Я взял по акции сразу две пачки. Они стоят недорого. Вот такие вот штуки для того, чтобы ковыряться в зубах собственно. Взял от Xiaomi. Так как бренд известный, бренд раскрученный. И можно ожидать хорошего качества. Что все будет сделано как надо. Две пачки в каждой по 50 штук. Далее приехала вот такая вот интересная RGB лента. Либо не RGB лента, либо светодиодная лента. Не знаю, непонятно. Что-то какой-то клей тут с нее отваливается. Вот такая вот лента с вилкой уже со встроенной вилкой. Со встроенным контроллером. И все собственно. Она влагозащищенная, как я понимаю. Но влагозащищенная она не очень качественна. Потому что допустим вот здесь. Вот видите, в месте где залито все термоклеем. Все как-то вот очень-очень-очень неаккуратно сделано. Но честно, вот в воду я бы ее бросать бы не стал. Вот. Это как минимум небезопасно. Как видите, мерцает. Светодиоды светят не очень качественно. Вот. Низко, бюджетная, второсортная. Лента. Она даже не RGB, а просто светодиодная. Регулировки яркости нет. Ничего тут нет. Просто вот куда-нибудь где-то что-то подсветить. Зато насыпалось с нее мусора куча всякая. Так, далее смотрим. Что тут у нас еще интересное? Кабель. Обыкновенный кабель Type-C. Приятно зелененького цвета. Вот такой вот кабель для подключения ваших смартфонов и для подзарядки. Кстати, он такой мягенький, прям какой-то вот мягенький, шершавенький. Кроме красивой расцветки в этом кабеле, как вы понимаете, ничего интересного нет. Ну ладно, давайте дальше. Сегодня прям распаковочка-то прет. Смотрите, как быстро. Уже половину, считай, распаковали. А всего-то прошло ничего. Так, вот. Опять же товар от Xiaomi. Это портативный аккумуляторный компрессор. Служит для накачивания колес на велосипедах, на мотоциклах. В принципе, можно накачать и колесо легкового автомобиля. Я пробовал, не вопрос. Я даже пробовал у джипа у своего качать колесо. В принципе, накачало. Но качал очень долго, очень долго. А автомобильное колесо где-то минут, по-моему, за 20-15 спокойно накачивает. Но это, конечно, все баловство. Самый оптимальный вариант его использования – это велосипеды, детские какие-то игрушки, надувашки. Выполнен полностью из пластика. Здесь имеется шланг. Включается он автоматически после того, как вы шланг выдергиваете из гнезда. То есть шланг выдернули, он включился автоматически. Закончили накачивать шланг, на место поставили, он выключился. С помощью кнопок можно включить подсветку. Вот такой вот фонарик. Если где-то что-то по ночи накачиваете, то можно подсветить себе, так сказать, рабочую область. Здесь же есть выбор запрограммированных режимов. Велосипед, мопед, автомобиль и какая-то надувная игрушка. Здесь нарисован мячик. А с помощью кнопок плюс и минус выставляется то давление, которое вам необходимо. Можно максимум выставить 3 бара, допустим. Более он не качает. После того, как вы выставили давление, нажимаете центральную кнопку и он попер качать. Как только он доходит до того давления, которое вы задали, он автоматически выключается. В нижней части под заглушкой имеется microUSB разъем для подзарядки. Компрессор клевый, классный, смотрится красиво. В комплекте вы также дополнительно получаете насадки разные. Здесь есть насадка под мяч, насадка под какие-то надуважки. Дополнительно microUSB кабель для подзарядки встроенного аккумулятора. И вот такой вот фетровый мешочек для его хранения. Где-то там в бардачке, я не знаю, чтобы он не запылился, не поцарапался. И свой прекрасный внешний вид не потерял. Кого интересует автономность, у меня получилось примерно накачать им 2 автомобильных колеса. Легковых колеса, небольших. Потом аккумулятор уже приказал долго жить и он уже начал вздыхать. Следующий пакет и тут смарт-часы. Ух ты, смарт-вотч. Вот такие вот часики, какой-то голимый нонейм. Указана только модель S30 и, судя по всему, они черного цвета. Открываем, достаем. А, все, я вспомнил, что это за часы, ребята. Все, вспомнил. Это я купил часы. Недавно была распродажа. Так вот эти вот часики в прошлую распродажу среди смарт-часов, да, в категории смарт-часы, были самые популярные и самые продаваемые. Я ради интереса их купил, потому что мне, ну, просто дико стало интересно, чего ж народ их-то так хапает. И вы знаете, я начинаю понимать, потому что стоят они очень бюджетно. То есть они достаточно дешевые по сравнению с другими вариантами. Тут у нас что, опять юзер мануал непонятный на английском. Вот так вот синхронизируются со смартфоном, а не с приложением VR Fit 2.0. Достаточно известное приложение. С ним работает очень большое количество различных смарт-часов. Зарядка, опять же, магнитная. Силиконовый ремешок. Ширина 20 миллиметров. Прямой и быстросъемный крепеж. Опять же, с заменой проблем не будет. Корпус металлический. И сбоку имеется одна физическая кнопка. Клевый дисплей с хорошей яркостью, с хорошей цветопередачей. И он на всю поверхность часов. То есть он не просто какое-то маленькое квадратное окошко, а это реально полноценный дисплей на всю площадь. Слушайте, реально клевые часики. Дисплей сенсорный. Немного они подтормаживают, как бы, ну, тупят. Но надо понимать, да, что у них и цена, как бы, просто подарок. Яркость. Можно сделать еще ярче. Яркость отличная. Слушайте, ну, по функционалу разбираться с ними я не вижу никакого смысла. Потому что у всех подобных часов функционал, в принципе, одинаков. Я думаю, что они будут более-менее сносно считать пульс, там, количество кислорода в крови. И абсолютно неверно вам показывать ваше давление. Потому что, ну, все это филькина грамота, как я уже говорил. Но сами часы, то есть за свои деньги, это реально отличное приобретение. Я теперь понимаю, почему они так пользовались спросом. Как бы, почему народ их так активно покупал. Потому что, ну, за свои деньги, вы посмотрите. Сенсорный, яркий, сочный дисплей на всю поверхность. Металлический корпус, силиконовый ремешок. Блин, это просто бомба. Редко я какой-то нонейм хвалю. Но эти, прям, конечно, бомбические. Далее, держатель автомобильный для телефона. В виде вот такой вот загогулины. Принцип работы очень прост. Держатель устанавливается в решетку, собственно, воздуховода вашего автомобиля. На заднюю крышку вашего смартфона клеится вот эта металлическая пластина при помощи двухстороннего скотча. А здесь по периметру установлены неодимовые магниты. И, собственно, когда вы подносите ваш смартфон, он тупо примагничивается. Это у нас что? А, все, понял. Это я купил себе. Слушайте, как долго шло-то. Я вообще его заказывал еще середина лета была. Зеркало себе купил на велосипед. А то постоянно едешь, вот это башкой приходится взад заворачиваться. Привет! Приходится постоянно взад заворачивать. Я себе на руль купил зеркало. Думаю, поставлю, чтобы, ну, видеть там машины, не машины, проезжающие мимо, как бы. Вот можете посмотреть, как я все это дело снимаю. Вот так вот. Крепление выглядит вот таким вот образом. В виде резинового хлястика и пластмассового крючка. Можно отрегулировать на любой диаметр. Здесь поворот вот так вот и поворот вот так вот. Все, то есть можно отрегулировать именно так, как тебе надо. Итак, наушнички от бренда Soundcore. Все очень хвалят этот бренд. Типа, клевые наушники, стоят недешево. Поэтому ради интереса тоже взял на обзорчик. Думаю, похожу, послушаю. Вот упаковка полный хлам. Но комплект мне нравится. То есть тут вам и ушной крючок для того, чтобы они не выпадали у вас из уха. И сменные амбушюры, и micro USB кабель, и, собственно, сами наушники. База продолговатая. Глянцевый такой черно-серый какой-то пластик. Спереди три индикатора остаточного заряда аккумулятора. С тыльной стороны под заглушечкой. Под заглушечкой. Смотрите. Вот это плюс сразу. Заглушка на разъеме для подзарядки. Это плюс. Туда не будет набиваться грязь. А значит, все это дело прослужит гораздо дольше. Сверху название бренда. Снизу ничего интересного нет. Внутри сами наушники удерживаются на магнитах. Крышка также удерживается на магните. Не люфтит. Не болтается. В крайнем положении имеется вот такой вот определенный фиксатор. То есть, чтобы она случайно сама не закрывалась. Клево. Есть много продуманных мелочей. Наушники маленькими не назовешь. Из ушей торчать будут прилично. Одна физическая кнопка для управления. Рядом небольшой белый светоиндикатор. И вот здесь вот небольшое отверстие для работы микрофона. По характеристикам нам производитель обещает графеновые излучатели. До 20 часов работы с использованием базы. До 5 часов от одного полного заряда. Влагозащита IPX7. Ну хорошо. Bluetooth 5. Вот. По кодекам на коробке нету никаких указаний. Послушал. Короче. Ну первое впечатление очень приятное. Очень классный звук. Прям реально шикарный звук. Я бы даже сказал. Наверное своих денег все-таки эти наушники действительно стоят. Похожу с ними какое-то время. Протестирую микрофон. Протестирую автономность. Но вот первое впечатление прям реально очень-очень положительное. Потому что как бы звук мне очень зашел. Он сбалансированный. Тут хороший такой бархатистый бас. Прям вот приличный он. И он не долбит. Как бы он не забивает всю остальную сцену. Он как бы вот прям как надо. Эх. Хорошие наушники. Однозначно буду делать про них отдельный обзор на втором канале. Очень они мне зашли. Так. Вот такая вот коробка еще приехала. Без каких-либо опознавательных знаков. Что там внутри опять же непонятно. Сейчас будем смотреть. Так. Так. А внутри куча пупырки. А в пупырке? А-а-а. А в пупырке санитайзер. Это как вы понимаете обыкновенный дезинфектор для рук. В наше нелегкое время штука как бы нужная. И штука наверное ну должна быть в каждом доме. Можно конечно купить это все делай по месту. Оно продается там в аптеках, в магазинах. Проблем с этим никаких нет. Но я жопа ленивая. Мне выходить из дома не хочется. Идти куда-то и смотреть. Выбирать с кем-то там общаться. Поэтому я тупо заказал в интернете. И вот он ко мне приехал. Вообще конечно странно. Я думал что к пересылке подобное дело запрещено. Но вот видите китайцы при желании отправляют вам все что угодно. Как пользоваться им я думаю никому рассказывать не надо. Напоминает тройной одеколон если честно по запаху. Приехала вот такая вот штуковина. Это аналог старой доброй вьетнамской звездочки. Которой мы все его пользовались в детстве. Ну кто еще советские времена застал. Только здесь это все сделано в виде вот такой вот тубы. Которую надо вставлять в нос и вдыхать. Якобы снимает головную боль. Снимает заложенность носа. И так далее и тому подобное. Сделано все это из натуральных компонентов. Как заявляет опять же продавец. Вот такая вот штука. Пускай будет в аптечке на всякий случай. Что я делаю? У меня аж нож лежит. Далее. Блютус. Нет не блютус. Вот такой вот небольшой USB светильничек. Его можно использовать для подсветки салона в автомобиле. И у кого есть USB разъем. Втыкаете туда и он себе потихоньку светится. В продавца там кстати есть разные цвета. Я взял вот такой вот зелененький. Ради интереса посмотреть, попробовать и вам показать. Далее знакомый заказал себе вот такую вот зарядку. От бренда вот не знаю как он считается. Essager. Ай чертова короче знает. Зарядка на 65 ватт. Вот такая вот зарядочка. Такие зарядки выпускает уже и Ugreen, и Baseus, и вот этот бренд теперь тоже. В принципе я так подозреваю, что все клепается на одном заводе. Просто разные логотипы на них потом наносятся и все. Вилка наша. Здесь указание, что она выдает 65 в общей сложности ватт. Можно подзаряжать современные ноутбуки. Можно заряжать еще какую-то технику, которая поддерживает данный протокол зарядки. На тыльной стороне USB-A разъем для подключения кабеля и небольшой Type-C разъем также для подключения кабеля, кто пользуется кабелем, допустим, Type-C Type-C. Да ладно! Заказывал месяца тоже три назад, так же как и зеркало от велосипеда. Комплект вот таких вот салфеток для протирки всего и вся. Я постоянно так как снимаю, мне надо вот, чтобы техника была красивая и для того, чтобы вот убирать отпечатки с техники для съемок, чтобы все это презентабельно выглядело. Я постоянно использую подобные тряпочки и тряпочек, как вы понимаете, много не бывает. Стирать, кстати, хорошо, только вот с нее какая-то перхоть остается. Их, наверное, надо простирать. Вот, края толком не обработаны и края сыпятся. Вот, то есть махрушка с них сыпется вот это вот. Я их заказывал месяца три назад. Я уже давным-давно вернул за них деньги. И вот спустя кучу времени они наконец-то до меня доехали. Будем считать это компенсацией за мои моральные страдания без тряпочек, пока я был. Самый бюджетный и самый популярный смарт-браслет на Алиэкспресс. Сотни тысяч заказов. Крайний раз я видел под таким браслетом было что-то, по-моему, 170 тысяч заказов. Его покупают постоянно и постоянно и постоянно. Как обычно, он севший. Абсолютно бюджетный вариант. Пластиковый корпус заряжается через USB. Никаких дополнительных кнопок. Одна маленькая сенсорная кнопка, расположенная вот здесь вот в нижней части дисплея. С ее помощью вы перелистываете страницы. Дисплей тусклый. На солнце не видно. Показания по шагам, пульсу, калориям берет просто из воздуха. Единственное, ради чего можно купить подобные часики, это использовать их как ассистент телефона, чтобы они вам сообщали о входящих звонках, о каких-то входящих уведомлениях и все. Вот такие вот бюджетные часы. Я понимаю, почему их покупают. Потому что они стоят там в районе 5 баксов и это действительно очень доступная цена. Но вот использовать их стоит действительно только как ассистент телефона и все. Ни в коем случае не доверять их показаниям в смысле пульса, давления или еще чего они там отображают. Как бы это все Филькина грамота. Они вам давление могут у палки колбасы померить реально. И последний пакетик здесь для дочери вот такая вот заколка. Она увидела где-то в интернете. Мне говорит, папа, хочу себе заколку с единорогом. Вот, собственно. Опять же, как я и говорю, можно купить по месту, но это ж надо куда-то подниматься. Ехать в магазин, искать, смотреть. А здесь вот ткнул, заплатил копейки и через какое-то время получил. Ну и естественно, по старой доброй традиции, в видео стартует конкурс. Условия самые простые. Необходимо быть подписанным на мой канал и оставить любой комментарий под данным видео. И все, вы автоматический участник. В качестве приза вот этот вот радиоприемник от компании Ретекес. Ретекес. Как-то так оно, по-моему, читается. Через неделю подведу итоги. Итоги будут опубликованы в моей группе в ВК и в Телеграм-канале. Ссылки на все товары из сегодняшнего видео, на мою Телегу, на мой ВК, на мой Инстаграм. Все в описании под видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Ну, а у меня на сегодня все. Всем пока и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok